Нияз Джумабаев частый гость в областном центре крови. Он активный донор и приходит сюда регулярно. Сдавать кровь Нияз Джумабаев начал в 1966 году. Тогда будущий донор учился в институте. Когда к ним приехала передвижная станция по забору крови, Нияз не только сам сдал, но и провел активную беседу со своими одногруппниками. В итоге, примеру его последовало 30 студентов. На втором курсе я уже был председателем профбюро факультета, историко-филологического факультета. Количество студентов стало еще больше. И за нами последовал, можно сказать, не только весь историко-филологический факультет, но и физмат, с которым мы всегда соревновались. 23 апреля 2012 года Нияз Джумабаев сдал кровь в 40-й раз. Если бы этот показатель был в советское время, то мужчина вполне мог бы стать почетным донором. А еще в начале 2000-х получить медаль Курмитты, говорит директор областного центра крови Елена Иосипенко. Сегодня таких медалей нет. Звание почетного донора Казахстана Курмитты-донора, оно вышло в 2005 году, согласно приказу, был приказ о донорстве крови. Он работал 5 лет до 2010 года, до выхода кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Поэтому 5 лет мы награждали людей, которые сдали кровь более 40 раз и плазму более 70 раз вот этим нагрудным знаком. Таких орденов в Кустанайской области были удостоены 250 человек. А вот всего заслуженных доноров региона сосчитать сложно. В 90-х годах их учет прекратился. Восстановить всех заслуженных доноров области за последние десятки лет так и не удалось. Раньше сдавать кровь разрешалось только лишь мужчинам до 60 лет и женщинам до 55. Сегодня возрастной порог убрали. Среди доноров сегодня есть и такие, которых медики называют дефицитными. Люди с редкими группами крови, это четвертая, это резус отрицательная. Они все являются редкими, потому что их всего резус отрицательных людей 10-12% от общего количества. Но в Казахстане тоже примерно такое, 8-10% резус отрицательных. И редкая четвертая группа крови, она является самой редкой. Людей с такой группой крови порядка 4-6%. Как говорит Елена Иосипенко, есть случай, когда одному человеку нужна была помощь сразу 40 доноров. 14 июня медики всего мира официально отметят праздник. Он проходит уже на протяжении 8 лет. Каждый год имеет разные лозунги. В этом году день назван «Каждый донор – герой». Бауржан Ержанов, Надежда Кадыкина, РТН